МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Морозы не отпускают. Кто из-за аномальных холодов тоже ушел в минус. Почти сутки без воды в Барновле продолжают устранять коммунальные аварии, которые произошли еще накануне вечером. Без воды до сих пор остаются больше 10 многоэтажек, детский сад и 6 административных зданий. Напомним, из-за повреждения на водопроводе затопило сразу 3 улицы. Вторую строительную Островского и Профинтерна. Порывы удалось локализовать, но до сих пор ведутся работы по устранению повреждений. Без воды остается 15 многоэтажек, детский сад и 6 административных зданий. Росводоканал осуществляет подвоз воды по заявкам жителей. Устранить аварию и восстановить водоснабжение коммунальщики планируют в конце сегодняшнего дня. Нашим новостям сегодня стало известно, что Александру Руденко, виновнику смертельной аварии, которая случилась осенью 2018 года, продлили срок заключения под стражей до 2 апреля. Напомним, тогда на большой скорости лихач протаранил Рено в центре Барнаула. Женщина, пассажиры, двое детей погибли на месте. Барнаульцы по-прежнему считают, что гонщик на БМВ должен понести самое строгое наказание, но согласно букве закона. Ну, если он был пьяный, то у него соответствующее. Так считаю. Я вообще под судом-то как бы не подписываюсь, потому что я считаю, что всегда несправедливо, почти что. Не в нашу пользу. Я не считаю себя возможным давать оценку. Я думаю, это должны решать те, кто ответственны за это, то есть судьи. Вы знаете, судить очень тяжело. Я о подробностях сильно не знаю, но вообще горе такое, которое перенесли потерпевшие. Тут прощение, я не знаю, какое может быть или нет. Смертельную опасность таят вирусы гриппа этого сезона. Свиной и гонконгский, ведь за пару дней, а то и несколько часов болезни, она может осложниться пневмонией. Воспаление легких зафиксировали уже более чем у 500 жителей Алтайского края. 16 в тяжелом состоянии. Кто входит в группу риска и как по возможности избежать осложнений, расскажет Анастасия Дороган. Вот так выглядит пневмония. Реанимация, постельный режим, аппарат искусственного дыхания. Все шесть коек в пятой гурбольнице заняты. Здесь человек проведет от недели до месяца. Это самая тяжелая стадия и чаще всего просто-напросто запущенная. Юрий реанимацию уже прошел. Попал в нее после того, как несколько дней сам бился с жаром в 39 градусов. Он лечился, скидывал температуру. Может еще и на работу ходили? На работу ходил, да. Но потом стало хуже. Поехали с женой в больницу. Просто поднялась высокая температура и потихоньку началось болевые ощущения. Стало трудно дышать и очень было больно справа. В пульмонологическом отделении пятой гурбольницы на 40 коек 43 больных пневмонии. В Барнауле пик и петпорога по гриппу. А самое частое его осложнение – воспаление легких. Оно на четвертом месте среди причин летального исхода. Но сколько бы об этом ни говорили, люди все равно самонадеянно лечатся дома. Или, как говорят пациенты, добиваются от врачей направления на флюорографию. А за это время воспаляются легкие, там скапливается жидкость, трудно дышать. Помогают кислородные маски. Сейчас дыхание затруднено, а кислород помогает облегчить все. То есть через бронхи проходит больше кислорода и, соответственно, очищается. Ну и вам, наверное, дышать легче? Конечно. Как становится трудно дышать, я одеваю, использую. А часто приходится надевать? Ну, раза три-четыре в день. А дышка – самый верный признак пневмонии. Она возникает у человека даже без движения. Но если это уже известно, то предугадать, кого затронет осложнение, невозможно. Есть лишь группа риска. Пациенты с тяжелой сопутствующей патологией – это пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, с хроническими заболеваниями почек, с сердечно-сосудистыми заболеваниями беременные женщины. Ну и, к сожалению, в эту категорию попадают также лица с лишним весом. Если вы входите в эту группу, медики настоятельно советуют в период эпидемии, а сейчас она в самом разгаре, избегать общественных мест или посещать их в медицинской маске, а при первых симптомах болезни вызывать врачей. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости. В морозы вирусы не менее активны. Но, кстати, штормпрогноз в связи с морозами продлили до конца выходных. Аномальные холода в регионе затянулись. Кто по причине значительного минуса на улице и сам ушел в минус, а кому холода на руку, выяснял Андрей Дреер. Так выглядит горно-лыжная трасса в обычные зимние выходные. А так здесь сегодня. Комплекс Авальман опустел из-за морозов. И правда, в минус 30 погоня за драйвом может обернуться переохлаждением. Даже если и есть смельчаки, здесь их уже не ждут. Прокат закрыт. Кататься в такую погоду невозможно. То есть подъемники тоже не работают, потому что минусовые температуры очень низкие. Все механизмы, которые должны работать для них, это критично. Такая картина и на всех лыжных базах. Есть, конечно, энтузиасты, которых ничто не остановит. Например, Анатолий из общества «Белые медведи» в минус 30 не прочь в прорубь кунуться и занять лыжню. Только инвентарь у этого опытного моржа, конечно, свой. Ну как вам, тепло? Отлично. А вот в парке Центрального района фанатов фигурного катания мы не заметили. Лед единственное, что здесь приносит деньги зимой. Пока сплошные убытки. Коньки на прокат уже вторую неделю стоят нетронутыми. В хорошую погоду у нас по билетам посетителей больше 400 человек. Ну, плюс сопровождающие. То есть это около 1000 человек в день посещает парк. Это выходной день? Да, один выходной день. Так кому же мороз на руку? Быть может, предложение согреться теплыми ароматными напитками пользуются спросом? Оказалось, в убытках и продавцы кофе на вынос, и владельцы кофеин. Ну вот мы уже продрогли от этих съемок на лыжных базах. Пора бы уже зайти согреться. Тут, казалось бы, мы и приносим кофейне ту самую сверхприбыль. Не тут-то было. Согласно статистике, мы могли попасть и 20%, которые испугаются морозов, и просто останутся в теплой редакции. Бизнесмены в один голос говорят, в мороз люди предпочитают просто не выходить из дома, как кьюж тут кафе и рестораны. Это, по их мнению, может принести прибыль лишь небольшому сегменту общепита – службам доставки. Я думаю, что это ребята, которые занимаются именно сервисом доставки еды и готовых блюд. Те ребята однозначно должны быть как минимум в стагнации, в тех же своих заработках и прибыли, что у них было до этого, а может быть и с плюсом. В целом в морозы сокращается оборот примерно на 20% относительно сезонных месяцев. Это месяцы осени и весны. Морозы пойдут на спад в начале следующей недели. Бизнесмены ждут, когда столбик термометра двинется вверх так же, как и те, кто пока греется дома рядом с батареями. Так что очевидно, кто в аномальные холода останется в прибыли. Андрей Дреер, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. В барнаульских школах продолжают принимать заявления от родителей, чьи дети в новом учебном году пойдут в первый класс. А таковых более 8 тысяч человек. Городские чиновники заверили, что мест хватит всем, и ситуация, которая произошла два года назад, не повторится. Это те самые кадры 2017 года. Февраль. В общеобразовательных учреждениях только начали принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Вот так, занимая очередь с 5 утра, пытались попасть в 121-ю школу, желающей здесь учиться по прописке. Тогда хватило мест далеко не всем. Детей распределили в другие школы барнаула. Но вот я здесь живу 26 лет. Я училась в этой школе. Учились братья и сестры. Мы садили вот эти деревья. Почему я не имею права своего ребенка сейчас сюда вот отдать? Городские чиновники не отрицают, что проблема с очередями в школы была и кое-где, возможно, останется, но будет уже не такой острой. Касается это в основном индустриального района Барнаула. Ведь детей здесь с каждым годом все больше. Не так давно в новостройках сдали новую школу. Еще одна на подходе, третья строится. Для тех, кто желает учиться в образовательном учреждении не по месту жительства, запись откроют только в июле. На данный момент заявления принимают от тех, кто обращается в школу по прописке. Можно прийти 2 февраля, можно прийти 1 мая, можно прийти и 30 июня. У нас для малышей 8455 учебных мест. Поэтому мест хватит всем. Однако накануне к нам в редакцию обратились родители, желающие попасть в Барнаульскую школу номер 134. По телефону они рассказали, что мест в данном учебном заведении для будущих первоклассников 128. И уже на второй день работы приемной комиссии свободных оставалось только 10. Подтвердители опровергнуть эту информацию в самой школе нам не смогли. Директор на больничном. А для официальных комментариев необходимо официальное разрешение профильного комитета. Но нашей съемочной группе посчастливилось встретить родителей, которые не разделяют паники тех, кто звонил в нашу редакцию. Нам стало известно, что в этой школе не хватает мест для всех желающих первоклассников. Так ли это вы сейчас из приемной комиссии? Все написали, с нормальными. То есть вам не дали понять, что мест мало и возможно не попадете? Нет, мы 94 и 128. Так что все нормально. Напомним, чтобы подать заявление на зачисление ребенка в первый класс, не обязательно сразу бежать в школу. Заявку можно оформить на сайте госуслуг. Через несколько дней придет уведомление. В комитете по образованию уверяют, даже если в желаемой школе закончатся свободные места, ребенка обязательно пристроят в соседние, тоже рядом с домом. Прием документов продолжается. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжим. 2,5 миллиарда рублей будет стоить реконструкция Барнаульского аэропорта. Такую информацию сегодня в День гражданской авиации озвучили на авиапредприятии «Алтай». Проект появится уже в этом году. Когда работы планируют завершить и каким после столь значительных вложений станет главный воздушный порт края, знает Илья Кочетков. Уже готовы сразу два архитектурных решения. Намекнули, что, возможно, к выбору варианта привлекут общественность. Предполагается, что инвестором выступит компания «Новопорт», которая специализируется на развитии воздушных гаваней. Новый красивый аэроавокзальный комплекс с разделенными потоками пассажиров на внутренних и международных линиях. Старый корпус у нас будет использован, планируется использовать для международных вылетов. И рядом с ним будет построен, образно планируется, еще один комплекс более 8 тысяч квадратных метров. Большой просторный со всей современной технологией. Кстати, сегодня воздушная гавань пропускает около 500 тысяч человек в год. После того, как площади расширят, цифра увеличится незначительно, максимум на 10%. По словам руководства аэропорта, важнее другое – привести воздушную гавань, которую строили в 60-х годах прошлого века к современным стандартам комфорта и безопасности. Два рейса рядом идут, мы их уже не можем разместить после досмотра. 300 человек в комфортных условиях, имея там 400 квадратных метров площади. Напомним, что о расширении площади аэропорта заговорили почти пять лет назад. Еще в мае 2014-го обещали начать строительство дополнительных помещений для улетающих, а до конца 2016-го запустить международный терминал. Тогда стройку даже не начали. Теперь, обещают, все будет иначе. Весной определяться с бюджетом, затем детальное проектирование, а завершить работы хотят примерно к 2025-му году. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Ученые-химики Барнаула начали изготавливать деревянные панели для отделочных работ. Вот, казалось бы, подобные уже давно используют строители, но наши ученые в производство пустили отходы сельского хозяйства. Правда, пока это эксперимент, но продукции уже начали интересоваться местные фирмы. Как шелуха подсолнечника и обычная стружка превращаются в полезный продукт? Сегодня, в День российской науки, узнавала Елена Кузовкина. Вот это овес, вернее, его плодовая оболочка. А вот такой шелуха стала после взрыва. Это небольшой лабораторный реактор. В нем обычная вода нагревается до нужной температуры. Пар насыщает оболочку зерен, которая после сильного давления разрушается. Из готовой массы и делают строительные панели. Засыпаем внутрь пресс-формы прессуемое вещество. Это вот как раз коричневый порошочек. Все, зажимаем пресс-форму, вставляем пансон и давим. Ученые химфака технического ВУЗа более 20 лет занимаются усовершенствованием этой технологии. И только сейчас они готовы приступить к массовому производству. При производстве не используется никаких связующих веществ. Смол. Соответственно, клея нет никакого, ну, соответственно, и цена меньше будет. По примерным подсчетам, точного, конечно, сказать не можем. Процентов на 30 дешевле, чем обычный ДСП получается. Некоторые строительные предприятия нашего края уже заинтересовались этой новинкой. Хотя новинка это только для нас. Подобные панели из переработанных веток, соломы и прочих отходов сельского хозяйства давно используют в Канаде, Америке и Латвии. Вот на этих небольших образцах отчетливо видна шелуха семечек. Вот здесь скорлупа кедровых орешков. Но, по сути, для изготовления подобных строительных материалов использовать можно все, что угодно растительного происхождения. Например, скошенную траву, когда она подсохнет. Ну, или кукурузные кочерыжки. Самое главное, что это экологически чистый продукт. Технология, по которой сегодня на предприятиях изготавливают ДСП, небезопасна для здоровья человека, говорят ученые-химики. Там для склейки используют смолу, которая выделяет канцероген – вещество, способствующее возникновению злокачественных опухолей. Фактически вот эти смолы запрещены сейчас при изготовлении мебели в детских учреждениях, в школьных учреждениях и так далее. Практически доказано, что взрывной порошок, полученный на кафедре химической технологии, может стать хорошим удобрением для растений. А если его смешать с кормом, например, для коров, то у буренок немного увеличивается жирность молока. Но пока наши ученые намерены развивать строительную направленность, уже есть проект промышленной установки. Осталось найти инвесторов. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. В Барнауле открылся шестой по счету салон оптики «Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу и изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы. О том, как сделать свой мир ярче, расскажем в сюжете. Салоны оптики «Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне оптики «Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз в «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула и Алтайского края. Здесь проверят зрение, как взрослым, так и детям подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева 44 весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» – преобрази свой мир. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» – в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае все еще морозно. В Рубцовске 24 ниже 0, в Бийске 23, в Барнауле в ночное время 33 мороза. Днем ясно и до 23. Напоминаю, телефон редакции 722-440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.